Привет, детишки. Добро пожаловать на очередной выпуск программы «Готовим с папой». Сегодня я покажу вам, как приготовить довольно простой мясной рулет, не так ли? Всего несколько ингредиентов, я думаю, 8 или 10, и, вероятно, половина из них уже есть у вас дома. Так что я просто расскажу тебе об этом. Но, во-первых, у меня есть для тебя шутка про папу. Так как же ты называешь пару модельных туфель, сделанных из гамбургера? Это макосины с мясом. В любом случае, давай начнем. Окей, итак, первое, что мы хотим сделать, это добавить немного оливкового масла. Все в порядке. А потом мы добавим полстакана лука. Хорошо. А потом мы добавим два зубчика чеснока. Хорошо, мы просто потушим это на медленном огне всего пару минут, хорошо? Хорошо, сейчас мы просто рассмотрим ингредиенты, и я добавлю это в описание к видео, чтобы вы могли ссылаться и на это, если вам это понадобится. Хорошо, итак, для начала мы добавим три четверти стакана панировочных сухарей. Мы добавим полстакана кетчупа. На самом деле тебе понадобится три четверти стакана, так что тебе понадобится отдельная четверть стакана кетчупа, потому что ты собираешься намазывать его позже. Хорошо, тогда мы добавим это. А потом мы добавим яйцо. Хорошо, а еще мы добавим столовую ложку вустерширского соуса. Это вустерширский соус. У меня все получилось хорошо. Хорошо, добавь столовую ложку этого соуса. А потом мы добавим половину чайной ложки соли. А потом мы добавим, на самом деле, у нас есть немного тимьяна. Я совсем забыл об этом. У нас есть чайная ложка тимьяна, которую мы собираемся добавить. Все в порядке. На самом деле я могу сохранить все это в целости и сохранности. А потом мы добавим немного перца. Знаешь, это зависит от тебя, сколько перца ты хочешь добавить. Именно это я и собираюсь сделать прямо сейчас. Хорошо. Итак, мы собираемся добавить лук и чеснок, которые обжаривали ранее. Давайте продолжим и добавим их туда же. Хорошо. И мы все это перемешаем. А теперь мы добавим наш гамбургер, и вам просто нужно будет засунуть туда руки и перемешать все это вместе. Все в порядке. Убедись, что у тебя чистые руки. И мы приберегаем еще одну маленькую четверть чашки кетчупа для того, чтобы, когда мы закончим, ближе к концу, намазать его сверху и просто разрисовать сверху. Хорошо, я просто смешаю все это вместе. Так что тебе нужно засунуть туда руки и хорошенько все перемешать. Нужно перемешивать примерно 20 секунд. Не стоит перемешивать слишком сильно, потому что тогда мясо получится плотным, а не мягким. Хорошо, тогда я просто переложу его на противень, застеленный фольгой. Ты можешь подумать, и знаешь, я думаю, что когда я был моложе, его готовили в форме для выпечки хлеба. Ты же не хочешь этого делать. И причина этого в том, что если ты это сделаешь, то это останется в масле, верно? И ты хочешь, чтобы масло стекало с любого масла, которое выходит, с любого жира, который выходит, ты хочешь, чтобы оно как бы стекало. Вот почему ты это делаешь. Все в порядке. Сейчас мы отправим это блюдо в духовку, разогретую до 350 градусов, примерно на час. А потом ты захочешь вставить термометр и проверить его, чтобы убедиться в этом. Внутренняя температура должна быть около 160 градусов, потому что при приготовлении гамбургера всегда нужно быть уверенным, что он хорошо прожарен, верно? Стейк можно приготовить и так, чтобы он был редким. Гамбургер должен быть прожарен до конца. Хорошо? Или говяжий фарш. Говяжий фарш должен быть прожарен до конца. Все в порядке. Я собираюсь делать это постоянно. Просто чтобы ты знал, если я называю что-то гамбургером, то это говяжий фарш. Все в порядке. Все в порядке, так что мы готовы идти. Мы поставим это в духовку. Хорошо, значит оно там уже 50 минут. Сейчас мы его вытащим, а потом намажем немного кетчупа, вот этим последним кусочком кетчупа и положим обратно на последний раз. 10 минут. Намажь оставшейся четвертью стакана кетчупа мясной рулет сверху, а затем мы снова отправим его в духовку на 10 минут. Хорошо, мы снова отправим его в духовку. Хорошо, мы готовимся вынимать мясной рулет, и тебе просто нужно убедиться, что внутренняя температура составляет 160 градусов. Так что мы поместим в него термометр. Выглядит аппетитно. Хорошо, нам просто нужно проверить внутреннюю температуру и убедиться, что она составляет 160 градусов. Отлично. На самом деле она немного выше. Так что все готово. Нам просто нужно дать ей немного остыть, а затем мы нарежем ее на кусочки и будем готовы к употреблению. Все в порядке, вот и все. Я надеюсь, что это было полезно для тебя. Это довольно простой рецепт. Ты действительно не ошибешься. Просто нужно еще раз убедиться, что внутренняя температура гамбургера достигает 160 градусов. С гамбургером это особенно важно. С говяжьим фаршем это тоже особенно важно. Так что при приготовлении мясного рулета, нужно убедиться, что внутренняя температура говяжьего фарша составляет 160 градусов, не так ли? Просто на всякий случай. Я думаю, что люди просто пережаривают его, чтобы убедиться, что он больше не сырой. Это не очень хорошо. Так что в любом случае, я надеюсь, что это было полезно для тебя. Спасибо, что посмотрел, и да благословит тебя Бог.